Эта морская хищница является одной из самых опасных. Местом ее обитания стали тропические воды Тихого, Индийского и Атлантического океанов. Длина большой барракуды может достигать двух метров. Рыбаки знают эту хищницу с давних времен, при этом сравнивают ее с пикой, что вполне объяснимо. Эти рыбы на самом деле напоминают своим видом пику, благодаря кленовидной голове и большой челюсти, выдвинутой вперед. Вся челюсть усажена острыми зубами. Тело имеет вытянутую форму, его окрас варьирует от серовато-коричневого до серебристого цвета, при этом на спине и по бокам беспорядочно располагаются темные пятна. Отличий между самцами и самками во внешнем виде нет. Излюбленным местом обитания барракуд являются края коралловых рифов. В большие стаи сбиваются преимущественно молодые барракуды, а взрослые предпочитают одиночный образ жизни, либо существование в небольших группах. Достоверных сведений о том, когда большие барракуды не рестятся, нет. По мнению одних зоологов это происходит весной, по мнению других – круглогодично. Икру барракуда мечет в пресноводной воде лиманов и, завершив этот процесс, считает свой родительский долг исполненным. Потомство этих хищниц остается в пресной воде, то тех пор, пока не вырастут до 8 см, а потом меняют место дислокации на более глубокие места, расположенные недалеко от зарослей тростника. Когда размер молодняка достигает 30 см, он начинает постепенно перемещаться к открытому океану. К тому моменту, когда молодые барракуды доходят до него, их длина увеличивается до 50 см, а сами рыбы вполне могут постоять за себя. Буквально с самого рождения большие барракуды употребляют в пищу только рыбу, в чем им очень помогает их пасть, способная очень широко раскрываться. Такая особенность дает барракуде возможность охотиться на достаточно крупную добычу. Охотятся барракуды двумя способами. Первый – сидят в засаде, второй – внезапно и стремительно нападают. Основные объекты охоты большой барракуды – это сардины, бычки, сельдь, анчоусы, кефаль и другие рыбы. Причем, эти рыбы отличаются особой жадностью, зачастую они убивают больше рыбы, чем могут употребить в пищу. Видимо, такими их делает охотничий инстинкт. Нередки случаи нападения барракуды на человека, когда он вторгается на ее участок. Хищница принимает человеческие руки и ноги за небольшую рыбу и мгновенно впивается в них сильными челюстями. Глубокие раны от ее острых зубов очень болезненные и плохо заживают. Пойманная на крючок, она отчаянно борется за свою жизнь и может быть весьма опасной для неопытных рыболовов.